Здравствуйте подписчики, просто зрители моего канала, с вами Кирилл Ржевский и мой 15 видео урок о том, как в Windows 10 убрать панель быстрого доступа и уменьшить нагрузку на диск. Ну что же, во время пользования Windows 10 у вас могут возникнуть две проблемки. Я бы даже сказал два небольших неудобства. Первое неудобство это панель быстрого доступа. Да, есть процент людей, которых панель быстрого доступа не бесит, но я из другого процента людей, которого панель быстрого доступа именно раздражает и просто выбешивает. Поэтому я покажу вам, как же убрать эту панель быстрого доступа. Есть для этого два пути, два решения, два способа. Так, у меня уже этой панели быстрого доступа нету, потому что я ее уже убрал, логично. И сейчас я покажу вам. Допустим, вы открываете папки, любые папку, папку, папки, любые вообще. Вот, допустим. И у вас вот эти все открытые папки отображаются вот здесь, в этой левой панели, под панелью быстрого доступа. И у вас она просто забита становится. Вот эта лента, вот эта левая панель у вас просто забита вот этими папками, которые вы открывали до этого. И это реально раздражает. Как же от этого избавиться? Ну что же, первый способ довольно-таки простой, второй уже потяжелее. Ну что же, начнем с первого. Ну что же, заходим в вид. Нажимаем на вид. Нажимаем параметры. Вот здесь стрелочка такая. Нажимаем изменить параметры папок и поиска. Здесь открывается вкладочка. И тут написано открыть проводник для. Есть два варианта. Быстрый доступ и этот компьютер. Вы должны выбрать этот компьютер, поскольку у вас изначально по умолчанию будет стоять быстрый доступ. Вы должны выбрать этот компьютер. Затем мы видим вкладочку параметр, конфиденциальность. И мы должны убрать галочки с пунктов. Показать недавно использовавшиеся файлы на панели быстрого доступа и показать часто используемые папки на панели быстрого доступа. У вас будут стоять галочки. Вы должны их снять. И также нажимаем очистить журнал проводника. Когда вы все это сделали, нажимаем применить. Потом перезагружаем компьютер и смотрим. Если панель быстрого доступа пропала и вы нормально открываете все папки и у вас ничего вот здесь вот не вылазит внизу, то все, проблема решена. И разумеется, тут убралась сама вкладка быстрый доступ. Если же это не помогло, переходим к более тяжелому способу. Это второй способ. Для осуществления этого второго способа нам понадобится регедит, то есть реестр. Мы должны проделать некоторые махинации с ветками в реестре. Закрываем проводник. У меня есть два пути. Вот они пути. Для начала зайдем в реестр. Нажимаем. Вводим команду регедит. Нажимаем Enter. И вот у нас реестр. Я специально написал сразу путь, чтобы долго его не вводить и не тратить ни свое, ни ваше время. Заходим вот сюда путь. Вот он. И просто скопируем этот путь. Нажимаем копировать и вставляем его вот сюда. Но перед тем, как вставить его сюда, нажимаем на клавиатуре вот эту вот черточку. Вот такую черточку. Потом нажимаем Ctrl плюс V и вставляем. Когда вставили, нажимаем Enter. И все. У вас сразу открылось все, что нужно. И не нужно вам тратить полдня и все это открывать вручную. Просто вбивайте путь. И у вас все открывается. Все, что надо. За одну секунду. Разумеется, этот путь я оставлю в описании под этим видео. Вы просто скопируете и так же, как и я, вставите. Просто некоторые тут копаются, открывают каждую папку, каждый раздел. Это реально долго. Это отнимает много времени. Ну что же, мы открыли нужную нам папочку. Где она, кстати? Я ее потерял, похоже. Блин, я реально ее потерял. Сейчас дико извиняюсь, ребята. Сам тупанул. Вот, нужная нам папка. Shell Folder. Прежде чем изменить параметры в реестре, в папке Attributes, мы должны сначала добавить нашего пользователя, то есть вашего пользователя, в разрешенные. Кликаем правой кнопкой мыши на Shell Folder, нажимаем разрешение. И чтобы добавить вас в списке разрешенных пользователей на изменение параметров в ветке реестра, мы должны нажать на вкладку добавить. Повторяйте все за мной. Нажимаем добавить, вводим имя вашего пользователя, ну, например, мое имя Кирилл. Просто по-русски вводим Кирилл. Кирилл. Потом нажимаем проверить имена, и у вас все проверяется. Потом, когда у вас проверились все имена, нажимаем ОК. Итак, когда вы добавили себя в список, просто нажимаем вкладочку Дополнительно. Затем переходим во вкладочку Изменить. Опять вводим свое имя, имя своего пользователя Кирилл. Нажимаем проверить имена, и нажимаем ОК. Все, мы внесли себя в список разрешенных пользователей. Затем для подтверждения нажимаем, ставим галочку Заменить владельца под контейнеров и объектов, и нажимаем Применить. Затем нажимаем ОК. И все, мы добавили себя, вот в этом списке и ищем свое имя. Вот у меня Кирилл, Кирилл ПК. Выделяем это имя, и ставим галочки на полном доступе и чтении. Тут у вас не будут стоять галочки, вы их все ставите. Потом нажимаем тут Применить, и нажимаем ОК. Все, мы дали разрешение на изменение параметров ветки реестра. Нам нужна с вами ветка, отвечающая за быстрый доступ. Эта ветка называется Attributes. Вот, мы просто на нее нажимаем два раза, так же как и вы запускаете свои игры на компьютере. То же самое, два клика и открытие папки. Итак, нам нужно вот это вот значение. А, 0,6. Так, и сколько тут нулей? Так, раз, два, три, четыре, пять нулей. Вот, в чем фишка? У вас здесь будет стоять не 0, не А, 0,6 и 5 нулей. У вас здесь будет стоять А, 0,1 и 5 нулей. Вы должны стереть 0,1 и поставить здесь, как у меня, вот здесь, А, 0,6 и 5 нулей. Затем нажать ОК. И, собственно, все. Вы изменили параметры ветки, которые отвечают за быстрый доступ. Но, есть одно но. Если у вас 32-битная Windows 10, ну 32-битная система, тогда все, вы можете перезагружать компьютер и проверять. По идее, все должно у вас разрешиться. Если же у вас, как у меня, 64-битная система, тогда нам нужно еще проделать те же самые действия, которые мы с вами проделывали, только еще для папки Shell Folder в 64-битном параметре. Это у нас папка, вот это вот, HeyClussed, Root, WoW64, Node, и все то же самое. Разумеется, я и этот, эти буквы, все вот эти вот, весь этот путь оставлю в описании под этим видео. Также просто берем, копируем. Вы тоже можете создать блокнот. У меня из-под описания скопировать блокнот. И просто убираем, опять же, старый путь и пишем уже новый путь. С WoW64, Node. Вот, нажимаем Enter. И вот она, та же самая Shell Folder. Для нее проделываем все то же самое. Нажимаем разрешение. И проделываем, опять нажимаем добавить. Нажимаем опять Кирилл. Нажимаем проверить имена. Окей. Нажимаем дополнительно. Нажимаем изменить. Также нажимаем Кирилл. Ну, вы нажимаете свое имя. Там Сергей, там Василий, или там Василиса, там Катя, все такое. Екатерина. Там все прочее. Вот, опять нажимаем проверить имена. Окей. Нажимаем заменить владельцев от контейнеров и объектов. Применить. Окей. Здесь ищем, опять же, себя. И нажимаем, тут ставим две галочки. И нажимаем применить и окей. Все. И тут, опять же, также ищем папку Attributes. Нажимаем на нее кликом. И также меняем значение с A0150 на A0650. Нажимаем окей. И на этом уже точно все. Потом перезагружаем компьютер и проверяем, все ли у нас пропало. Решилась ли у нас проблема с быстрым доступом. Если решилась, то ставим лайк. Если не решилась, то пишем мне в комментариях, что именно. Понятно, я постараюсь всем ответить. Единственное, что хочу еще добавить, это когда вы заходите в Regedit. Сейчас, секунду. Regedit. И проделываете операции с убиранием быстрого доступа. Я вам забыл сказать. Все внимательно проверяйте. Не пишите мне, что вот у меня нет какой-то из папок в моем пути, который я вот здесь вот вводил. У меня какого-то пути, какой-то вкладки нету. Есть она. Есть она. Просто внимательно все ищите. Вы могли просто ее пропустить. А потом еще будете меня винить. Вот ее нету, нету. Что мне делать? Все смотрите крайне внимательно. Обязательно у вас все это будет. Так что просто внимательно проверяйте путь. Я ошибиться точно не мог. Я все сверял. И вы тоже должны все сверить. Так что вот, что я забыл вам сказать. Потому что внимательность это самое главное в работе за компьютером. Так, ну что же. С быстрым доступом мы вроде бы как с вами разобрались. Но есть еще, еще одно неудобство, которое просто реально раздражает. Это нагрузка на диск. Когда у вас диск нагружен на 100%. Обычно в Windows 7 редко такие проблемы, похожие такие проблемы возникают. Но в Windows 10 такая проблема все-таки и есть. Мы можем с вами перейти. Так, это закроем. Ссылки все в описании. В смысле не ссылки, а вот эти вот пути все в описании. Мы сможем с вами открыть диспетчер задач и посмотреть, насколько у нас загружен диск. Пока он у меня загружен на 3%. Но фишка в том, что в Windows 10 есть одна служба, которой нет других Windows. Эта служба называется SuperFetch. Эта служба позволяет очень быстро, максимально быстро, каждый раз запускать вашу Windows. То есть за считанные секунды. Это может быть 10, с 10 до 30 секунд. Вот. Но при начале работы, когда вы начинаете работать с компьютером, у вас начинается сильная нагрузка на диск. Он у вас начинает загружаться на 100%. И это все сказывается на производительности. Она снижается. ФПС вообще падает. В том числе и в играх. Но. Это все происходит недолго. Минут 5-7. Потом все начинает нормализоваться. И вроде бы как все начинает работать нормально. Но многих это бесит. И собственно я покажу вам, как же эту службу отключить. SuperFetch. Если у вас этой проблемы нету, все у вас даже с этой службы работает нормально и диск не нагружается, тогда вам это не нужно. Но если у вас на очень долгое время нагружается диск на 100%, то лучше эту службу отключить. Как ее отключить? Некоторые знают, некоторые нет. Так показывают для тех, кто не знает. Просто переходим в поиск. Нажимаем службы на русском языке. Классическое приложение. Вот. И тут находим просто SuperFetch в службах. SuperFetch. Вот так. И нажимаем на нее два клика. Здесь мы нажимаем остановить. Тут мы нажимаем отключена. И здесь нажимаем остановить. Вот у нас идет остановка этой службы. Нажимаем применить. И окей. Все. Служба у вас отключилась. И по идее нагрузки на диск не должно быть. Но у вас теперь компьютер будет запускаться чуть-чуть подольше, чем обычно. Ну, это на секунду так. Может 20, может 30 подольше. Особой роли никакой в принципе не играет. Ну, вроде бы как я ее включил. У меня вроде как все нормально. Я могу ее включить. Но если у вас с этой службой компьютер работает фигово. Диск нагружается на 100%. То лучше, конечно, ее отключать. Но я лучше включу. Так. Применить. Включим службу. Подождем. Так что вот так вот. Но, ребята, не забывайте, что не только эта служба влияет на производительность вашего диска. И не только из-за этой службы у вас он может на 100% быть загружен. У вас может быть, могут быть забиты вкладки автозагрузки. Вы должны тут все отключить. Может быть забит сам реестр с помощью программы CCleaner. Вы должны этот реестр почистить. Реестр, сам компьютер. Можете скачать какие-нибудь антивирусные утилиты, почистить. Так что все вы можете это проделать. Собственно, что мне вам объяснять? Вы уже все взрослые, я думаю, и все это понимаете. Так. Ну, а я, собственно, вроде бы показал, как все это убрать. Ну, разумеется, отключайте службу. В принципе, компьютер можно не перезагружать. Когда вы ее отключили. И у вас все должно быть в норме. Итак, вот вы можете тут все проверить. Вот он диск. На диск D не обращайте внимания. На диск C это на котором у вас стоит система. Вы должны обращать внимание именно на него. Ну, в принципе, у вас система может стоять и на диске D. Всякое может быть. Следите за всеми этими параметрами. Следите за процессором, как он у вас работает. В принципе, могу вам посоветовать одну программку. Называется AIDA64. В ней вы тоже можете следить за всем тем, что у вас происходит на вашем компьютере. За всеми параметрами. Это лучше всего делать в параметре датчики. Потому что температура это практически самое главное. Если у вас все тут перегреется, то это может значительно повлиять на производительность системы. Вплоть до сгорания какой-либо детали. Будь то материнская плата, будь то видеокарта, будь то оперативка. Но оперативка в редком случае, но все равно. Вот у меня тут диод. Это видеокарта, она нагружена на 33%. Это нормально. От 25 до 40 это нормальный предел. В играх где-то от 30 до 50 это нормальный предел. Особенно в мощных играх. Вот допустим ядро 3. Уже не хорошо. Когда доходит до 40 это не очень хорошо. Вот 42 это значит, что процессор может нагреться. Это не есть хорошо. Поэтому нужно за этими параметрами следить. Либо поменять термопасту для более лучшего охлаждения. Либо может поменять кулер. Сам кулер. Чтобы у вас процессор лучше охлаждался. А может уже и саму процессор. Самому процессор пришел кирдык. Поэтому сами смотрите. Но я уже тут вам все лишнее рассказал. Все что надо и не надо. Поэтому наверное что-то придется вырезать 100%. Но я постараюсь более коротко все это вам дать. Все это видео. Чтобы вам было более все информативно. И не было лишней информации. Собственно наверное я оставлю в описании AIDA64 на своем Яндекс.Диске. Посмотрю оставлю или не оставлю. Подумаю. Скорее всего оставлю. Вы можете ее также скачать. Она бесплатная. Ну вообще-то она платная. Но по моей ссылке в описании на Яндекс.Диске. Вы можете скачать бесплатную версию. Это версия Repack. И она у вас должна работать. Только перед установкой вот этой вот программы AIDA64. Я вам рекомендую полностью отключить защитник Windows. И все ваши антивирусы. Иначе может возникнуть ошибка во время установки. Так что надеюсь я все вам объяснил. Немножко подзатяну данное видео. Но тем не менее надеюсь вам все то что я сказал было полезно. Ну что же. Теперь точно. Точно уже все. Это был 15-й видео урок. О том как в Windows 10 убрать панель быстрого доступа. И уменьшить нагрузку на диск. Ну и еще я тут дополнительно рассказал вам про эту программку. Тоже можете ее скачать. Собственно с вами был Кирилл Ржевский. И уже увидимся в следующем моем 16-м видео уроке. Который тоже ожидается быть довольно таки интересным. Но он уже будет не по линейке Windows 10. А уже по какой-нибудь другой линейке. И по другому поводу. По другой причине. По другой проблеме. Ну что же. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Кому я помог. Пишите что понятно что непонятно. Я обязательно всем вам помогу. Ну и собственно всем удачи ребята. Всем пока. А, да. Еще. Можете добавиться ко мне в друзья вконтакте. Я полгода назад создал страницу. Тоже добавляйте в друзья. Только ребята. Прошу вас там. Мне не пишите. Там. Пишите здесь все. В ВК мне засирать сообщение не надо. Пишите все здесь. Не пишите все в ВК. В Ютубе задайте вопрос. Я в Ютубе же вам на него и отвечу. Потому что не хочу ВК отвечать. Все. Теперь точно. Всем удачи. И всем собственно пока. Ты девушка. Ты сделаешь. Ты реально. Ты część. Ты бум. Ты похоже. Ты цен. Ты ты знаешь. Ты ничего с тобой. Ты пыталась. Ты prevented. Ты Natürlich. Ты Reeves Джек.